Привет, это Женя Тимонова и все как у зверей программа АТО, кого люди такие. А это прямоугольная птица Владислав, тотемное животное нашего нового партнера. Да, генеральный спонсор азиатского сезона, самый продвинутый русскоязычный интернет-сервис по бронированию авиабилетов. Anyway, any day. И с их помощью мы с квадратной птицей попали аж в Таиланд, чтобы здесь, под этим прелестным деревом путешествия Ника Провиналии, снять свой самый скандальный выпуск. Потому что, ну что не рассказывай про гомосексуальность, все равно в итоге будет скандал. И это прекрасный повод про нее поговорить. На этой теме есть масса очень смешных историй, но самое смешное, что я слышала, это гомосексуальность противоестественна. Это чуждо нашей природе. Вот тут бы, наверное, и сама природа смеялась, если бы и было чем. Близкие отношения между одним и тем же полом зафиксированы у 1500 видов, от стрекоз и ящериц до оленей, слонов и китов. И это только официально документированные случаи, на самом деле, просто не всех еще за этим застукали. Но и так уже неплохо. 1500 доказательств того, что гомосексуальное поведение возникло в природе, а не в нашей развращенной цивилизации. И судя по ее популярности в этой природе, зачем-то оно ей очень нужно. Вот мы и посмотрим, зачем оно всем и зачем оно нам. Самая популярная причина гомосексуального поведения в животных, включая человека, это замещение. Когда противоположный пол недоступен, а половой инстинкт вот он, и держать его в себе нет никакой возможности. И тогда за неимением горничной будем иметь творника. Вот как у бизонов. У них матерые быки вообще не подпускают молодых к самкам. И те до тех пор, пока сами не заматереют, вынуждены искать утешение в обществе себе подобных. Искать и находить. И это, надо сказать, гораздо лучше, чем если бы по прелиям бродили злые молодые недовлетворенные бизоны. Другая популярная причина, это обознатушки. Да, такое бывает не только с туристами в Цейланде. Вот, например, у самцов дрозофил при мутации в одном гене напрочь отбивает способность отличать самцов от самок. И они начинают крыть всех подряд. Ну и в принципе их можно понять, дрозофилы и правда какие-то довольно одинаковые. И вообще одна из версий возникновения полового деморфизма, то есть отличий самцов от самок, это как раз, чтобы сразу было видно стоп, свои, ну или наоборот не стоп. Потому что дополнительным профитом гомосексуального поведения является карьерный рост. И вот здесь существует две противоположных тактики. И, например, павианы используют их обе. В их стадии самцы постоянно заняты борьбой за место в Иерархии. И порой это приводит к дракам и очень серьезно, потому что павиан вообще суровый зверь. Он гепарда порвать может, не то что другого павиана. О, слушай, он не хочет отдавать мою манго. Блин, ну если ты меня сейчас покусаешь, это будет, конечно, еще хуже. Окей, окей, все, все, бью босс. Вот ты гопник. И вот, чтобы не допустить бессмысленных потерь в живой силе стада, у павианов есть способ, который они всегда могут прекратить драку. Для этого проигрывающий самец просто поворачивается к победителю задом и принимает позу самки. И победитель вскакивает на него, коротенько, так символически чисто изображает коэтус, после чего его статус в Иерархии растет, а статус проиграшего самца приравнивается к самке, то есть понижается. Это, конечно, ужасно обидно, но совершенно не смертельно. И наоборот, когда два самца объединяются дружить против действующего доминанта и совместными усилиями захватывают власть в стаде. Потому что два бета-бойца это круче, чем один боец альфа. И вот в этот момент славы и триумфа им стратегически важно продолжать действовать заодно, а не начать конкурировать уже друг с другом. И вот свою мужскую солидарность они укрепляют совершенно традиционным, по крайней мере для античных воинов, способом. Но при этом кое-то для этого не годится, потому что он уже подразумевает у павианов иерархический перекос. Поэтому они используют объединяющую, но сохраняющий паритет, взаимную мастурбацию. А у японских макак таким образом поступают самки, и их пара может подняться в Иерархии стаи вплоть до самых лидирующих позиций. Вот правда мы не знаем, является ли такой карьерный рост приятным по обычным эффектам их связи или наоборот ее главной целью, но так мы этого и про людей не знаем. Вообще грань между гомосексуальным и гомосоциальным поведением у животных крайне размыта, и поэтому ученые предпочитают использовать осторожные выражения в духе и угрожая предметам, похожим на пистолет, отобрал предмет, похожий на кошелек. Вот птицы, особенно моногамные, они очень часто образуют устойчивые гомосексуальные пары. Например, мужские семьи серы-бусей, про которые так много рассказывал их родной Кондрат Лоренц, или знаменитая пара пингвинов Рои и Сайлова, которые высидели и вырастили птенца, и даже попали за это в детскую книжку. Женские пары черноспинных альбатросов, которые строят гнездо и вместе выращивают птенцов от какого-нибудь залетного самца. Вот что это, гомосексуальное или гомосоциальное поведение? Им со своим полом проще кооперироваться или здесь что-то другое? Пока не знаем. Но факт налицо. Гармоничные однополые пары с детьми. Дальше. Гомосексуальное поведение идеально подходит для контроля плотности популяции у видов с ограниченными ресурсами. Вот, например, жирафы. Жирафоемкость саванны очень невелика, и поэтому жирафов не должно быть слишком много, иначе всем им придется худо. И в результате большая часть всех сексуальных контактов самцов-жирафов с другими самцами-жирафов. Ну вот или слоны. Перепроизводство слонов – это вообще экологическая катастрофа, поэтому слонихи очень тщательно следят за тем, чтобы не переразмножиться. Ну а их темпераментные мбваны вынуждены стравливать пар друг на друге, и если бы они этого не делали, то саванна была бы действительно очень опасным местом. Ну а вот как используют коносексуальное поведение, виды, которые плодятся по принципу «чем больше, тем лучше». Ученые Новосибирского академгородка докопались до мышей и выяснили, что если мышь во время беременности испытывает стресс, это значительно повышает у нее вероятность рождения потомства с пониженным интересом к противоположному полу и предпочтением гомосексуальных контактов. Потому что стресс – это обещание плохих условий, скученности и голода, и поэтому надо сокращать плодовитость, потому что ну куда тут плодиться. А повышение процента гомо-мышей в потомстве позволяет сократить численность колоний мягко и естественно. И никого не надо жрать, и никому не надо двохнуть. Ну и, конечно же, гомосексуальное поведение помогает животным жить в мире и дружбе, гасить конфликты и снижать напряжение внутри группы. Именно таким образом его используют самые высокоразвитые млекопитающие. Вот, например, Бонобо, которые в своем поведении практически заменили агрессивные паттерны сексуальными и ведут себя по принципу в любой непонятной ситуации трахаться с ее причиной. И в результате группы Бонобо практически отсутствуют конфликты, что для плематов вообще невероятно. Однако вот падишты. Ну или дельфины. Улыбаться, конечно, улыбаются, но при этом за место в иерархии могут убить, особенно санцы. И вот для них гомосексуальные контакты – это спасительная альтернатива жестоким побоем и покусом. При этом отношения между самцами и самками у дельфинов – они обычно кратковременные. А вот гомосексуальные союзы могут длиться всю жизнь. Как видим, гомосексуальное поведение – это ценная адаптация, повышающая приспособленность видов в самых разных условиях. И поэтому она так популярна в природе. Но есть ли в природе примеры облигатной или обязательной гомосексуальности, когда свой пол выбирают не для пользы дела, а потому что противоположный, но вообще никак не возбуждает? Да, и такие примеры в природе тоже есть, но документально подтверждены они только у баранов. И то только благодаря тому, что бдительные оцеллоды обратились к ученым с просьбой разобраться, потому что, ну вот, купили барана, красавец, дед-чемпион, косая сажень, а он на овец вообще не смотрит и бегает только за другими баранами. Ее убытки терпим? Вы уж разберитесь, пожалуйста. Ученые, конкретный физиолог Чарльз Расселли, стали разбираться и обнаружили в мозге, а именно в гипоталамусе гомосексуальных баранов, врожденные отличия от гетеросексуального гипоталамуса. И очень похожие на то, что обнаружил нейрохирург Саймон Ливей, но уже в человеческом мозге. Ну вот, собственно, мы и подошли к тому, что происходит у человека. Наши сексуальные предпочтения закладываются внутриутробно и частично определяются генами ребенка, а частично гормонами матери. И структура гипоталамуса гомосексуалов отличается от гетеросексуальной. И эти отличия врожденные. И поэтому изменить сексуальную ориентацию после рождения уже невозможно. Не, ну можно, конечно, заставить человека мимикрировать под какие-то общепринятые нормы поведения, но либо он рано или поздно все равно выйдет из своего шкафа, либо будет всю жизнь страдать и мучиться. И все попытки любыми способами лечить гомосексуальность, они в лучшем случае заканчивались ничем, а в худшем приводили к депрессии, невротизации, а то и того хуже. Вот с похожим успехом, например, Майкл Джексон пытался сменить себе расу. Вот это факты, которые доказаны. Остальное пока что область гипотез, но среди них попадаются тоже очень симпатичные. Например, версия, что один и тот же ген у мужчин вызывает склонность к гомосексуальному поведению, а у женщин повышенную плодовитость. И это как бы отвечает на вопрос, как вообще распространяются гены людей, которые вроде как не склонны размножаться. Или вот другая популярная теория, основанная как раз на половом отборе. Как известно человечество в процессе своего развития и становления шло по пути уменьшения внутригрупповой агрессивности, и древние женщины старались выбирать себе в мужья и в отцы детям мужчин, которые умели кооперироваться и объединяться с другими мужчинами. И вот тут у бисексуальных мужчин были очень серьезные преимущества. И это, кстати, отлично объясняет, почему гомофобией страдают не женщины, что было бы как-то логично, а наоборот гетеросексуальные мужчины. Ну, казалось бы, ну, радуйся, тебе же больше достанется. Ну, нет, не радуется. Видимо, где-то там еще помнят, как выбирали не их, а этих добрых, ласковых и хорошо пахнущих противных. Ну, и вообще, главная проблема в изучении гомосексуальности, это, конечно, постоянная общественная истерика, которая царит вокруг этой темы. И какое открытие не сделай, и насколько беспристрастно про него не расскажи, обязательно с одной стороны начнется крик пропаганды, а с другой дискриминация. Невозможно работать. И поэтому полная картина причин гомосексуальности, видимо, будет известна нам еще не скоро. Но кое-что мы точно знаем уже сейчас. Например, то, что в природе не существует гомофобии. Ни один вид животных никак не притесняет своих гомосексуальных сородичей. Потому что животные прекрасно понимают ценность такой стратегии. И поэтому мы вынуждены признать, гомофобия противоестественна. Это чушь до нашей природы. С вами было все как у зверей. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok